про утро ребятушки подъем 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 пора вставать надо ебать погнали на треньку слышите но это реально какая-то измена посмотрите где панда конфушу попала блин показывать мне с утра никакого настроена эти все при колеса делать там до всякие ударчики специальность ручку так ну что ребятушки вот мой завтрак такая гуманитарная тушу ночка пробовали такую или нет напишите в комментах кофеечек яйцо тысячи ребят но это тушу ночка реально поярче смотрите тут именно миску есть хорошо ли чем я закрываю окна вот ребятушки такие украинские дорожки да и а чё это там торчит задница баир как там нормально просто нереально на 1 и все чеки бомбони баира иди на работу тебе не положено гуманитарка день эту 75 лет только что звонили узнавали шуруй собирай бери сумочку через плечо женскую и вперед так вам пацанчики мы причесу нормально такие моменты конечно чипчик спасать постришься вот еще надо ведь внизу в описании кидать это нам по стрижечку хамячури на связи шоу и домской барыги как жизнь молодая ах если бы они могли базарить они вам такого рассказали вас бы там уши появляли короче ночью покормил байрактара когда были собственно говоря там обстрелы жесткие там вставлю посмотрите вот и с утра встаю и жена пары кормила этого байрактара короче он лопает за двое нехило даму пешечки на базе все мы их тоже подкормим он уже мальца хочет захавать надо точно корень так покормил уже он уже корм видите плавать все вроде чеки бомбони да кстати лайфхак видите у меня в трубочку засунута ватка и так собственно воздух идет чуть меньше конечно но шума гораздо меньше вот распылитель этого фильтра что-то блин кросс реально хавать хотят ребят но ничего я думаю сезон доходим как ну а эти видите вот протерлись уже здесь скоро тоже дырка будет чуть-чуть изнутри тут тоже прорывается но они я вам скажу доложители еще те тоже в такси ведь он еще подошве даже дырки нету кстати напишите в комментах шоу вас такси первая подошва протирается потом кроссы рвутся или наоборот у меня всегда подошву первая накрывается хлопать сказать кого роду опять собственно засел тут под лавкой да зевсу тенечек более-менее здесь скажи дайте лик рядом позорите сишу пульт есть ли захавал здесь где твой пульт что бригада всем доброе утро фбр на связи привет поближе вот шурую видите рюкзачи на богатырская шурую собственно говоря на трешу сегодня будут у нас ноги будем качать ноги такая одна из самых тяжелых тренировочек но ничего страшного да прибудет с нами сила все будет норм что вы там батоны свои подняли физкультурой какой-то элементарной позанимались там тысячу отжиманий 200 подтягиваний или в зайчик погнали там соточку пожали напишите в комментах короче шуруем по малеху велосипедистов как всегда ребят видали видно на великах катаются чтобы реально билет на монатика не выдали а так на велики пасифик или помните как-то раньше был сериал я помню моей молодости с отряда то вышел там на великах вышивали ты дым ты дым полиция по-моему на велосипедах или как-то так у нас кстати в харькове тоже была полиция на велосипедах кто видел напишите в коментах ребятки тусуются чики-мони чики-бомбони пози дерева цены я короче в реально лютом шоке посмотрите постригли поле гляньте какая травка уже реально можно футбик погонять помните тут выше ворот но он как там кущи были уже все норм и деревья порезали вообще красота сегодня жена ребятки хотела заказать гуманитарку звонила там на 15 35 не знаю что это за номер телефона напишите в коментах кто там знает ну на сказали ей так в общем если вам больше 75 лет вам положено если вы инвалид 2 1 группы положено если вы ребенок младше трех лет вам положено и если потеряли кого-то из членов семьи жена конечно была в шоке спрашивает а детям типа старше трех лет и есть не надо и включительно до 75 да то есть там и нам и всем остальным не знаю какая-то странная ситуация честно говоря да и вообще там как-то так злостно отвечали что там за девчуля такая сидела непонятно как это все распределяется как странная тоже напишите свое мнение по поводу монетарок что там как там она вообще кто что получал заказывали ли вы здесь приходила ли вам ну и плюс ко всему мы же так ни разу не получали вот эту монетарку которая судом 7 с половиной килограмма риса дают там чешу но вы поняли от кого монетарка не оформляли мне кажется гораздо проще было ну для людей которые вот живут до таких там харьков городах при фронтовых так скажем если бы выдавали там если частный сектор то где-то встали там две-три улицы не выдавали если на этажки привезли там на пару домов бусиком и выдали да конечно это было бы дороже доставлять и так далее там подобно но мне кажется безопаснее потому что тоже жена заказывала там монетарку куда-то звонила и приехала гуманитарка они вообще не указывали то есть адрес на не адресная доставка и говорят и едьте в центр харькова там куда-то она говорит ну как вы думаете это вообще безопасно ехать за килограммом речки там что-то килограмм ригни килограмм ячки килограмм риса килограмм муки что-то еще там ну как бы за этим всем типа ехать в центр или нет так транспорт же говорит ходит как бы тоже такое размытое понятие мне кажется сейчас небезопасно передвигаться просто так там за килограммом сечки ездите через весь город потому что прилетает непонятно куда еще мне кажется не очень безопасно пишите свое мнение в коментах смотрите какой персонаж там свои пожитки разбирает кульки пластмассу все дела дележка пошла своя конечно делюга идет жесткая блин и посмотрите какой сухпай у них все готовы готовы ребята биологически не кстати ребятки такая бомбическая погодка сейчас бы на речку куда-то было бы вообще пушка ракета жарковато кукурузку напишите арбузик до дыньку пиццу буфетовскую и день будь на безлюд забуриться но говорят что тоже давно монатика выдают собственно билеты не знаю напишите в комент красотень просто посмотрите какие клумбы просто био здесь тоже оружие присутствует природа обнулилась этих голубей стало всяких птичек очень много некому гонять хавать их мопед шоу какой электрический видите чувак погнал я в зальчике ребятушки пятый номер сегодня у меня такой хороший вот так выглядит ящичек моя водичка пути гадости в комментах писать вот этой ременях и посраки как в тулю пряжечкой а на ночь на колени на горох вас поставлю угол будете трещать всякой дичь это китайские делаю в зале пацаны ну не на лапке посмотрите на приблотненных щах что-то там решают вопросы ребята ребятки дорогу чинят видите трактора там все дела починка полным кудом платочки латаются ребят напишите в комментариях надо сейчас дороги чинить или нет потому что есть спорное мнение у некоторых людей вон видите сзади меня там жестко прям взялись конкретно значит что хотелось бы сказать я еще хотел это до зальчика собственно с вами побазарить уже потренировался вышел как кого не встретишь так это негативные эмоции что все надо там текать там 5 10 я вам скажу ребят свое мнение такое субъективное до шухарьков не так легко мне кажется вообще это неприступная крепость понимаете сколько заводов сколько метро подземных ходов и так далее там подобное там с этим заводом еле справлялись в мариуполе да ну как что там происходило все я думаю помните да в харькове вы представляете какое количество таких заводов и так далее и тому подобное то есть это вообще индустриальный так скажем такой город институтов город очень большой город миллионник и реально много построек то есть это не села какие-то бабушкины понимаете не просторы как там в этом херсоне но вы поняли короче ребят вот поэтому я думаю не расстраивайтесь рановато вы еще расстраивайтесь ребят не расстраивайтесь на позитиве держимся и надеемся на лучше еще что хотелось бы сказать тоже кого не встретишь там говорят там туды-сюды за руки хватают билеты на монатика выдают ну ребят вы сами знаете какое сейчас положение в стране что тут можно сказать веломэн погнал 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 за угол скрылся на резких щах голуби ну реально ребят шо голубей шо птичек стало настолько много то есть природа обнулилась виде травку даже не стригут элементарно им есть шуха вот эти зорнышки он среди какой чикатило впереди пошел в штиблетах кожаных коричневых таких с носками длинными ну вообще конечно кадры интересные очки такие же беднота якась тут казанская раньше кошечек подкармливали сейчас голубей подкармливают смотрите одна лежит он как это приболевшие ребят для такси какую тачку выбрали вот из этих трех вот да вот есть три тачки какую тачку выбрали для себя и какую под такси тут сегодня тишина бухариков никаких нету романтических пар и так далее и тому подобное тачка так на мусорники и валяется то пацан ва он ведь и футбик гоняет все по красоте решили заскочить на турнички после тренировки опа нормуль еще силы есть бабся какая-то катит стричком чикс как вам надпись на футболке напишите что там написано малого тачка все дальше на мусорники ведь это кто-то он копошится но 90 возвращается только еще война ребятушки но мы тут тусуемся короче на турничках вот собрались уже обратно катить чтобы вы понимали тут гупает так что мама не горюй короче надо быстренько отсюда сруливать очень ребятушки вечером были жесткие короче прилеты по району да еще хотел сказать то что как раз самый раз вот по таксовать до комендантский час как по этой он так как раз тушу на на просто пушка ракет такси на дубровку на базе перекус таксиста чек после тренировки на форме почти не гидо порции так нашу репзи ремонт холодильника у меня тут нам повестки дня вот такой помидор мы вырастили как нормально пацаны напишите в комментах зевсунья начали на расслабоне ну жарковато трэш пока дрова поколол ребят жарище нереальное просто да здесь бомба зевр саша сейчас мы посмотрим что у нас тут творится так груши пацаны приедьте поубирать и заебали о дровишки горят как вы думаете пишите в коментах сразу на паузу что тут буду готовится а и кто там был зевс попался мы с подписчиками словили как ты подбывал под сирену до приматывать сирена до сашин мальчик ты сашин мальчик воет слышно вам ребята но ветер конечно сильный но воет сирена у нас на хтс слабо слышно зевс любитель копировать всякие звуки пение вот эти то когда там скорая проезжает еще кто-то он все копирует именно вот копирует то есть он поет под сирену по-своему под скорую под своему когда пожарка по-своему да зевсу ты красавчик басков отдыхает скажи а соседка ребятушки короче говорит шуты бы такая же собака вышел ты бы так вы и собака то ты молилась богу на телу собаку потому что колы короче не было у нас ребятушки сирены здесь на хтс вообще не было слышно сирены тупо никак нам ее или порезали вывели в общем из строя то здесь он слышал сирену которая на других районах чтобы вы понимали и подбывал здесь то есть по факту и на него можно было равняться если зевс начал выйти сразу прячься там в погреб или где-то еще чтобы понимали я умная собака красавчик слух хороший у него и ну я думаю как и у всех собак и вот это он слышал получается что в принципе все соседи могли понимать что включилась сирена и можно было ныкаться и нужно было что ты котяра будем кормить тебя щас да тут багира на промысел заболе вышла посмотреть что мы тут зевсом вытворяем текать опа ну вот кормим кисюлька топчет за милую душу уже начинается жара зевс уже сирену наспивался кто такие сишки хавал девяностые пацаню реки он только что подснял вам ходили мы собственно в киос водички тут надо набрать жили были сишки кто такие хавал там жевал курил там и так далее там подобное как 90 начала двухтысячных помните уже тоже появляется эта тема вся в киосках потому что дети особо себе ничего купить не могут уже родители так бабок им не насыпает потому что просто банально нет и все и приходится уже скоро юпи будем пить наверное разбавлять напишите в комментах будут скоро детвора бегать черным хлебом помазанным аликой и припудренной солью и вперед погнал футбольца квадратик поиграть да пацаны главные покупатели здорово за сколько ты их продаешь эти груши короче малый стоит барыжит проваливает груши за 5 гривен дали пацаны подхожу киоск говорит только выключил камеру он говорит не хотите у нас купить груши вот эти все за 5 гривен я собрался короче купить у малого груши но потом когда увидел что он там же знаете кресло я вам снимаю стоит что там алкаши тусуются и видно там его батя сидит когда он подкатил к нему думаю ну неизвестно куда пойдут эти 5 гривен может быть и на 100 грамм вспомнил ребятки как я 4 часа в 5 часов утра вставал у меня была белая медовая слива дома я ее обрывал нарывал пару ведер прикиньте пару ведер сливы нарвать малому нарывал и ехал на базар понеслась набираем водички ребят таком шестаковском тут получше вода вы понимали ребзя в каком районе я живу вот стоит киоск никого не трогает лампочки повырывали повыкручивали видите с плафонов вот так кому-то нужней пойду к соседу побухаю сейчас кофейка как в туле по красоте молли деловая совачиха да вот помидорчики ребятки собрали мы своих уже шури бедушки опять сидим кукуем собственно прилеты все такое это треш конечно ну ладно ребятушки на этом наверно завершим мы сегодняшний видосик всем добра бабла позитива мирного неба над головой подписывайтесь на мой канальчик ставьте пальцы вверх подписывайтесь на инстаграм тик ток телеграм-группу таксистов внизу по ссылке в описании кому нужна страховочка залетайте по моему промокоду получите 10 процентов скидки промокод так секунд 20 всем пока пока до новых встреч страховку можно сделать любой точке страны онлайн пока ребят тишины мирного неба и и